Друзья, приветствую! С вами снова Дмитрий Карпиловский. Мы возвращаемся к нашему еженедельному дайджесту новостей. Чем порадовала индустрия за эту неделю, кроме, собственно, курса биткоина? Конечно, как мы уже, в общем-то, рассматривали в наших несерьезных аналитиках, рост в пару сотен долларов после падения в десятки тысяч долларов не только чтобы прям гигантская причина для оптимизма, но, тем не менее, в индустрии происходит много вещей, которые сигнализируют о позитивном развитии действительно важных фундаментальных вещей. Так мы много раз говорили об ETF-ах, и помните, может быть, новость о том, что были отозваны заявки на ETF, эти заявки потом были снова размещены, когда уже не боялись, что они затянутся в связи с шатдауном, и сейчас стало известно много новых подробностей. Дело в том, что комиссар комиссии по ценным бумагам США дал определенные сведения, интересные. Так, например, стало известно, что ETF-ы поданные Solid X, ETF-ы поданные One Egg компаниями, о которых мы говорили в отдельном видео. Можете посмотреть у нас, что такое ETF, как это работает, что там с этими заявками. Эти ETF имеют наивысшие шансы на размещение. Связано это с тем, как они внутри устроены, и с тем, что заявка подана вместе с чикагской уже существующей лицензированной большой товарной биржей CBOE. Стало известно вообще много всякого интересного инсайда, связанного с ETF, но самый главный сигнал, самая главная новость для рынка в том, что когда уже сотрудник, собственно, самого SEC-а говорит о том, что вероятнее всего ETF будет в ближайшее время одобрен, это не может не радовать. Более того, говоря об ETF-ах, уже был одобрен, запущен ETF, но не на сам биткоин, не на сам эфириум, не на сами криптовалюты, а на стартапы и существующие уже большие компании, которые с этим связаны. Запущенный компанией Morgan Creek, который в себе имеет внутри акции блокчейновых компаний, которые уже торгуются на бирже, уже имеют солидный объем и так далее. Более того, в этот фонд уже проинвестировало два пенсионных фонда, а это самые большие, самые консервативные, самые такие скучно-институциональные держатели активов, а значит интерес у индустрии есть. Также вышло интересное исследование от Fundstrat Advisors. Эта компания очень известна своими аналитическими докладами по криптоиндустрии в целом, и они как раз тоже уже видят позитивный разворот и прогнозируют хорошее развитие курса на 2019 год. Это же мнение, в принципе, разделяет и Тон Вейс, с которым мы записывали интервью буквально несколько дней назад. Он, правда, считает, что сейчас позитивное развитие будет временным, и что еще в этом году мы сходим вниз, примерно, может быть, до 1800, и опять откатимся вверх. И потом еще какое-то время поколебаемся. Он считает, что all-time high стоит рассчитывать в 2023 году на уровне где-то 23 тысячи и выше. Соответственно, аналитики сейчас, по большому счету, согласны только в одном, что имеет смысл в 2019 году рассчитывать на какие-то первые бычьи поползновения после затяжной медвежьей фазы. Для нас, как для долгосрочных инвесторов, в прошлом неудавшихся спекулянтов, это, конечно, хороший сигнал. Если говорить об общерыночной тенденции, то она любопытна. С одной стороны, мы имеем достаточно хорошую, свежую статистику о том, что технология SegWit в блокчейне биткоина внедрена, и уже более 90% транзакций совершаются с участием этой технологии. С другой стороны, с точки зрения сумм, это пока не отражается. То есть только 45% капитала передвигалось с использованием SegWit. То есть по прошествии полутора лет после внедрения технологии мы видим, только-только пришел ее adoption. Собственно, это примерно соответствует тем темпам внедрения, которые мы видим и в других отраслях. Так, например, сейчас в Аргентине большой национальный оператор автобусных перевозок, транспортная компания, подключил возможность пополнять капты, вот эти проездные, биткоином. Соответственно, появилась возможность держателям крипты спокойненько, анонимненько через биткоин пользоваться большими какими-то транспортными услугами с большой распределенной сетью и большим количеством пользователей. Тот самый масс-адопшн, которого мы ждем, который грядет и который обещает развернуть тренд в криптоиндустрии. И если в сети биткоин на этой неделе все было достаточно радужно и комиссии достигли своих самых низких порогов уже за несколько лет, то в сети эфириума все не слава богу. Запланированный давно и уже один раз перенесенный Хардфорг Константинополь, возможно, что снова будет перенесен. На этот раз это связано с тем, что в нем найдена еще одна техническая бага. И уже даже на платформе Аугур, платформе споров, предсказаний и заключения пари есть возможность сделать ставку на то, будет ли запущен Хардфорг Константинополь 28 февраля. Теперь это уже очень не точно. А что творится в банковском секторе? На этой неделе и в банковском, и в биржевом сегменте все достаточно позитивно. Во-первых, JP Morgan, один из крупнейших банков, инвестбанков в мире, анонсировал, что тоже рассматривают возможность запуска своей криптовалюты. Кто-то даже говорит о том, что это могло бы перевернуть всю систему. Она могла бы конкурировать с биткоином в ее какой-то такой более официальной, институциональной версии. С другой стороны, пятый по размеру банк в мире, Mitsubishi UFJ, это японский банк, тоже говорит, что запускает сейчас платежную систему на основе блокчейна. Тоже не может не радовать. А вот в биржевом сегменте все не так однозначно. Во-первых, множатся скандалы вокруг канадской биржи Quadrigo. Изначально вся загвоздка заключалась в том, что погибший управляющий этой биржи не оставил доступа к многим активам, не оставил доступа к приватным ключам. С другой стороны, какое-то количество активов, где-то в размере примерно 100 биткоинов, с биржи исчезли, и там идет разбирательство, что куда как пропало. До сих пор биржа остается, по сути, в нерабочем состоянии. На этом фоне очень хорошо выглядит все в СНГ. Так, например, локальная СНГ-шная биржа Kuna запустила новый функционал, коды, которые позволяют переносить, передавать собственность над активами, как криптовыми, так и фиатными, тезерными и прочими, не прибегая, собственно, к функционалу самой биржи. Это очень удобно для OTC-сделок, это очень удобно, по сути, для торговли вне биржевой, теми активами, которые торгуются на бирже. Например, мы с вами можем заключить сделку в офлайне, вы мне просто передадите код на определенное количество биткоинов, и они сменят хозяина мгновенно, не так, как это происходило бы в блокчейне. Более того, транзакция эта нигде не будет отмечена. Та же самая история работает, естественно, с долларом, тезером. Это позволяет оживить офлайновый рынок небиржевых сделок или построить на этом функционале дополнительные сервисы. Таким образом, мы получили еще одну биржу, на которой будет, возможно, мгновенная передача активов, по сути, не зафиксированная в блокчейне. Также радует прогресс крупнейшей технологической биржи США – NASDAQ. Они запускают два индекса, то есть официальных котировки, которые будут публиковаться каждые 30 секунд, обновляясь от имени самой биржи. Используется сервис компании Brave New Coin, и это все позволит другим компаниям строить какие-то свои финансовые услуги теперь уже на надежной котировке от профессионального поставщика. Котировки передаются во все терминалы, подключенные к бирже NASDAQ, в том числе ко всем банковским системам, Bloomberg, внебанковским системам, и позволяют таким образом другим компаниям строить деривативы, строить какие-то свои услуги с привязкой к надежному поставщику котировки. Также в эфириуме сработала бомба сложности, и теперь майнеры получают вознаграждение еще меньше. Эту бомбу сложности отложил бы Хадфорк Константинополь, но теперь мы не уверены, что он будет запущен вовремя. Соответственно, майнерам приходится туго, и как долго это продлиться, теперь не очень понятно. Что происходит в других блокчейнах? Обычно новости вертятся вокруг биткоина и эфириума, но не стоит забывать и о новичках. Много шуму было вокруг Binance чейна. Как вы понимаете, хайпа там, конечно, много, но и технологию тоже нужно пощупать. Тестовая сеть будет запущена 20 февраля, и на ней уже можно будет понять, насколько это все действительно работоспособно. Заявлены были достаточно серьезные характеристики. Оно станет понятно, насколько готова и децентрализованная биржа, насколько стабильно она будет работать в тестнете. Запасаемся попкорном. А вот в сети Monero найдена новая, достаточно такая смутная история. Давно идет война между классическим майнингом на стандартном компьютерном оборудовании и ASIC-ами. Monero, в общем-то, постоянно пытается что-то предпринимать, чтобы специализованное оборудование, какие-то ASIC или FPGA, не могли майнить Monero, поскольку это привело бы к очень серьезному повышению эффективности, а, соответственно, к меньшей децентрализации. Но последнее исследование говорит о том, что сейчас до 85% всего хешрейта может быть на самом деле создана ASIC-ами. Они просто умело скрывались, и было лишь несколько моментов за последнее время, где можно было идентифицировать такую нестандартную активность, работу по нестандартному подходу со скоростью, которую не может обеспечить стандартное оборудование. Соответственно, появляется большой риск, что сеть Monero на самом деле по большей части подконтрольна очень небольшому количеству лиц с большими мощностями на специализованном оборудовании. И, наверное, последняя новость этой недели. Тоже достаточно хайповая история. Дело в том, что Брок Пирс, персона очень известная и нашумевшая в криптотематике, в кругах криптоспециалистов, человек с высоким авторитетом, с подкрепленным хорошим капиталом и действительно евангелист раннего этапа еще крипты, хочет выкупить MT-GOX. Из-за чего все это происходит? Зачем ему этот актив? Там нет, казалось бы, ничего. Там порядка 450, может быть, миллионов долларов и еще там столько же в крипте. И очень небольшая пользовательская база. Но это бренд, который для всех true-криптанов действительно вжегся в память. Что можно с этим сделать? Разговоры, в том числе в интервью Карпелеса, совладельца и управляющего партнера биржи, скорее движутся в ту сторону, что Брок Пиллс хотел бы использовать этот бренд для перезапуска биржевой деятельности, но что еще более актуально для выпуска собственного коина на этом бренде. Он мог бы называться GOX COIN. Более того, попытки выкупить эту биржу он предпринимал еще в далекие-далекие годы. Сейчас у него на это появилась действительно хорошая возможность. Дело в том, что биржа вышла из процедуры банкротства и сейчас проходит процедуру гражданской реабилитации. Говоря проще, у биржи еле-еле хватает средств, чтобы рассчитаться по своим долгам. Соответственно, и выкупить ее Брок Пиллс, очевидно, рассчитывает за копейки. При этом он получит в руки пользовательскую базу людей и кошельков с очень давними активами, то есть, по большей части, очень профессиональных уже на сегодняшний день людей. И, возможно, он рассчитывает, что часть активов все-таки не будет востребована. Их можно будет использовать для старта этого самого GOX COIN. Так или иначе, вокруг этой истории, я уверен, будет еще много шуму, потому как очень амбициозный проект. Вдумайтесь, более миллиарда долларов суммарно активов, ценности, бренда и так далее принадлежит так или иначе, связанно с MT GOX. Да, с юридическими и техническими сложностями, с определенным уровнем скандальности, с запятнанной репутацией и здоровой такой долей ненависти пользователей к этому бренду, но зато поляризующая тематика, на которой можно сделать хороший бизнес. Вот такая вот выдалась неоднозначная неделька. По моему ощущению, позитива в рынке существенно прибавилась. Прошлый дайджест был вообще сам оптимизм. Если вдруг пропустили, смотрите тоже. Так или иначе, для нас, как долгосрочных держателей, главным фактором является то, что развивается экосистема, развивается инфраструктура и появляются реальные кейсы внедрения, реальные кейсы интеграции с банковской системой, реальные кейсы какой-то политической воли и тому подобные вещи. Это именно то, что в долгосроке даст нам хорошее развитие. С вами был Дмитрий Карпиловский. Запасайтесь попкорном, следите за новостями, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, не пропускайте, получайте информацию из первых рук. А на сегодня позвольте зафиналиться. Чао-чао!